В Сочи тем временем готовятся к Паралимпийским играм. Они начнутся 7 марта. Право поучаствовать в них в качестве зрителей и болельщиков получили 10 юных калужан. Они стали победителями конкурса «Спорт в моей жизни», который организовал благотворительный фонд «Детские домики» для детей с ограниченными возможностями. С теми, кто уже пакует чемоданы, встретилась Ирина Журавлева. С конца января первого завел. Маленький пока что, шестолинький. Очень интересный паук. Активный такой. Павел на домашнем обучении. Ежедневно посещать школу не позволяет здоровье. Хотя, казалось бы, совсем недавно были мечты о большом спорте. Вместе с сестрами занимался биатлоном. Раньше, где-то до класса шестого, спорт в моей жизни был чуть ли не самым необходимым. То есть каждый день ходил на тренировки, на биатлон. И очень нравилось на лыжах ездить, стрелять из винтовки. Ну, так ни на одно соревнование не попал, потому что врачи запрещают. Потом животное завел. Ну, с ней стал ходить на улицу, блять. Павел в силу своей активности и любознательности переключился на животных. Занимается с собакой. Сейчас у него уже три паука. Тоже требует грамотного подхода. И влажность в террариуме. И температура должны поддерживаться необходимые. Думает об успехах на музыкальном поприще. Вместе с единомышленниками создали группу. Физическую культуру тоже со счетов не сбрасывает. Родители поддерживают и даже заставляют преодолевать себя. Больше двигаться, заниматься, гулять на свежем воздухе. А так вот он занимается на интернике. Года два уже там эти ланты летягают туда-сюда. Так что, ну, спортом как бы не обижен. Вся жизнь впереди надо. Надо готовиться к жизни взрослой, к серьезной. Там никто нас жалеть не будет. Медицина нам помогает. Это лекарства, это обследование. Это лечение. Но если мы сами не будем прилагать к тому силу, чтобы стать здоровыми, нормальными людьми, то мы здоровыми и не станем. Хотя у Пашки есть твердая уверенность, что он переборет эту болезнь и все-таки станет нормальным, нормальным человеком. Участвуя в конкурсе благотворительного фонда «Детские домики», готовя презентацию и эссе о биатлоне, Павел, в общем-то, и не думал о том, что выиграет поездку в Сочи на Паралимпийские игры. Громадным событием поездка станет еще для одного участника конкурса Артема. Они вместе с мамой уже сам факт подготовки восприняли как интересную авантюру, собирали материал по истории Олимпийских игр. Что делать? Что делать? Где же все брать? Ну ничего, радостно было, проучаствовали в конкурсе. Очень было, шанс такой выпадает очень-очень редко. Мы даже не поедем, а полетим, так сказать. На самолете, кстати, полетим. Когда-нибудь летал раньше? Нет, ни разу. И что в голове сейчас у тебя? У меня все перемешано в голове. Почему? Не знаю, не могу сказать. Ну то есть это большое событие, да? Очень большое, огромное. Сейчас Артем готовится увидеть церемонию открытия и часть соревнований. А его мама надеется, что, возможно, какой-нибудь вид спорта сына заинтересует. А пока у него из физической нагрузки зарядка и боксерская груша в комнате. Ирина Журавлева, Андрей Сумов, телекомпания НИКО-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова